Добрый вечер, это проект в центре в студии Сергей Брага. У нас в гостях сегодня вице-президент торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин, а поговорим мы о подготовке к третьему инвестиционному форуму. Добрый вечер, Юрий Григорьевич. Добрый вечер. Юрий Григорьевич, говорили, что первый инвестиционный форум Комом, второй не так результативен, но все равно, какие результаты они дали, эти форумы? Конечно, и первый, и второй форум, он имел вполне определенные задачи, которые ставились в тот период, это были первые такие мероприятия, которые мы в республике проводили. Но всегда интересует один и тот же вопрос, а какой итог этих форумов? Нужно сказать, что критически оценивая наши возможности, мы тогда понимали и сейчас это осознаем о том, что главное было начать этот процесс движения инвестиций в сторону Приднестровья. Обычно в международной практике последовательность в следующем состоит, что вначале заходят некие международные структуры, которые не являются коммерческими, но которые начинают этот процесс. И именно это и стало главным итогом первого и второго инвестиционного форума. То есть те проекты, социально направленные, социально значимые, которые были рассчитаны, конечно, не на извлечение прибыли, а которые были рассчитаны на международные гранты. Их было порядка 60%, их больше всего было на первом и втором форуме. И нужно сказать, что главный итог, он состоит в том, что все-таки к нам пришли проекты международной технической помощи. Первые проекты, которые у нас возникли после этого, они были направлены на то, что Мировой банк начал финансировать некие инфраструктурные объекты. То есть это прокладка водопроводов, это ремонт детских садов и школ, в частности, ремонтировались крыши во многих заведениях. Вот это такой был начальный проект. Дальше проекты организации развития ООН известны, что они частично у нас уже реализованы. Финансировалось открытие и строительство центра «Матери и ребенки» в Тирасполе и в Бендерах. Был проект по финансированию модернизации и обновлений центров крови, переливания крови. Ну, известно, что в Тирасполе мы в Торгово-промышленной палате начали проект по формированию системы делового образования в Приднестровье. Было целый ряд проектов по линии организации по финансированию просвещения, АРЭКС, например. Во многих это и спортивные залы ремонтировалось и так далее. В общем, процесс пошел. И если подводить итоги вот этой части, то нужно сказать, что по итогам, например, 2012 года у нас в Приднестровье таких финансов зашло порядка 2,3 миллиона долларов. То есть это уже достаточно ощутимые суммы, и нужно сказать, что их объем, начиная с 2009-2010 года, когда прошли эти форумы, они потихоньку наращиваются по нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что количество международных структур расширяется у нас, которые предоставляют такие гранты. Ну и с другой стороны, наши местные организации, они осваивают эти проекты, они набираются опыта, как готовить, как представлять и как выигрывать тендер. Потому что все это на конкурсной основе, и этот процесс идет. Ну, что касается коммерческих инвестиций. Да, нужно сказать, что большого потока коммерческих инвестиций к нам нет. Значит, здесь есть несколько вопросов, наверное, или объяснений этого процесса. У нас был большой расчет на то, что приватизация обеспечит приток к нам больших инвестиций. Ну, большие или малые, но нужно сказать, что в 2008 году мы на самом деле получили достаточно такой большой пик инвестиционных вложений, внутренних, как правило, по итогам приватизации, и они составили где-то 175 миллионов долларов. В прошлом году объем инвестиций упал. Вообще, после 2008 года, когда основные инвестиционные обязательства уже новых собственников были выполнены, то инвестиции в капитальные строения, капитальные объекты, они стали падать. В прошлом году это всего лишь 120 миллионов долларов. Крупных иностранных вливаний к нам не поступило. Но нужно сказать, что иностранные инвестиции, например, в рамках Молдавской грязи, они поступают и далее, потому что реконструкция, модернизация этого объекта идет и дальше. Есть объекты, например, Элитмаш, там тоже есть определенные инвестиции украинского инвестора, который модернизирует, развивает производство. Известно, что достаточно много инвестиций зашло на Бедарский машиностроительный завод, это российские инвестиции. Другими словами, они есть, конечно, не в том объеме, который нужно Приднестровью, но они есть. В связи с тем, что, как я уже сказал, даже вложения у нас в последние годы стали меньше, чем в 2011 году, тем более меньше, чем в 2008, потому что это был пик. И поэтому, что является альтернативой в этой ситуации? Или мы надеемся только на собственные силы и ресурсы, или все-таки мы пытаемся искать инвестиции на стороне? Какой объем инвестиций нужен Приднестровью? Есть несколько таких оценочных цифр, о которых можно говорить. Например, на второй Приднестровский форум было представлено проектов на 700 миллионов долларов. То есть это некая потребность и коммерческих структур, и частных структур, и государственных. Если оценивать еще объем кредитов, на которые претендует наше предприятие, то здесь есть две цифры. От 1 миллиарда долларов до 2 миллиардов долларов у нас есть потребность финансов. Можно сегодня говорить, что Приднестровье именно в этих объемах требует инвестиций. От 1 до 2 миллиардов долларов. Существовало и существует расхожее мнение, что все пропало, продавать нечего, до нас все продали. Так ли это? Ну, вот видите, я уже сказал о том, что на самом деле нам приватизация дала возможность получить определенные инвестиции. Они вот были. Пока выполнялись инвестиционные обязательства, которые были, обременение, которое было подписано в договорах, эти инвестиции были. Но в основном они закончились. А дальше что делать? Продавать как бы на самом деле крупных объектов нет. В международной практике не это является главным источником инвестиций, а главным источником внешних инвестиций, да и внутренних, является создание новых мощностей, строительство новых предприятий. Поэтому нельзя говорить о том, что если нечего продавать, то на этом заканчивается инвестиционный процесс. Именно форум, экономический форум и является альтернативой процессу приватизации. То есть, да, больше у нас там шансов, ну не то, что их нет, но они практически исчерпаны. А новые шансы мы ищем как раз через инвестиционные форумы. Это уже другая политика, это другой подход, это другие действия, но это перспективы, это возможности. На предыдущих форумах вы назвали минимум 10 пунктов, которые могут привлечь инвесторов в Приднестровье. Добавились ли еще какие-либо плюсы, которые привлекательны для потенциального инвестора? Вы знаете, вот сам по себе инвестиционный процесс это достаточно сложный процесс, потому что там есть целый ряд факторов, которые определяют этот процесс. Ну, такая интегральная характеристика инвестиционного процесса это инвестиционный климат, как известно. Еще есть такой интегральный большой важный очень показатель, это индекс ведения бизнеса, который тоже оценивает все возможности, которые предоставляет для бизнеса вообще, для инвесторов в частности. Так вот, если оценивать наши технические возможности, о которых вы сказали, эти 10 наших преимуществ, что ли, ну это известно какие. Это, например, высокая энергообеспеченность Приднестровья, газификация территории, хорошая земля, водные ресурсы и так далее. Вот мы где-то около 10 важнейших таких инвестиционных преимуществ Приднестровья говорили. Но что нужно для того, чтобы мы опирались не только на наши технические возможности, но и на организационные, на возможности по созданию и формированию специального климата? Другими словами, у нас есть неосчерпанные резервы по организацию этого процесса в Приднестровье. И здесь главным нашим преимуществом должно быть оперативность, организованность и плановость, планомерность, я бы даже сказал. То есть мы не признана территория, но наше преимущество, что мы небольшая территория, и решить проблемы даже для иностранного инвестора, если они возникают у него, и ему нужно решить этот вопрос с властью, то ему не нужно месяцами ждать, например, прием к министру или к премьеру или к президенту страны. У нас есть возможность оперативно, быстро решать проблемы, которые возникают в любой сфере нашей жизни. И наше преимущество, возможность оперативно, быстро решать проблемы, оно и не оценено до конца, и самое главное, что оно не используется в полной мере. И поэтому у нас есть шансы, не вкладывая большие деньги, не привлекая больших каких-то ресурсов, а за счет самоорганизации, за счет перестройки своих действий, за счет изменения психологии, может быть, где-то наших чиновников нормативных актов, нормативных документов, по-другому отнестись к бизнесу и инвестору в целом. Вот это новое отношение, это наш большой шанс, о котором мы и хотим говорить на этом форуме, третьем форуме. Петр Петрович Степанов говорил о 105 проектах. Что это за проекты? Он не раскрывал скобки? Их даже пока нельзя назвать проектами. Значит, это предложение, которое собрали и правительство, и министерство экономики, в основном от местных органов власти и от коммерческих структур. Вот какие проекты? Вот это идеи, скорее. Потому что проект – это очень серьезный документ, это очень серьезная работа, это многодневная работа, это идеи, это предложения. Что касается этих предложений, вот их, как вы сказали, их 105. Порядка 40 представляют сельское хозяйство. Причем это и местные администрации, и представляют в том числе и хозяйственные субъекты, частные структуры. Порядка 30 таких предложений исходят со стороны сферы образования, туризма, спорта и так далее. Все, что объединяет в себе министерство просвещения сегодня. Порядка 10 проектов есть в сфере инфраструктур, порядка 12 в сфере промышленности. В общем, всего набирается 105 проектов. Опять-таки я должен подчеркнуть, наверное, этот факт, что из этих 105 проектов, ну, все-таки большая часть, больше половины – это объекты социального направленности, социальной значимости. И поэтому здесь предложение сводится или к грантам. И второй момент, что много достаточно у нас проектов направлено на займы или кредиты. Причем достаточно наивно есть такой расчет, получить какой-то очень дешевый займ или кредит, не оценивая реальных возможностей получить дешевый кредит. Ну и часть проектов, их, наверное, около 20, это на самом деле инвестиционные проекты. То есть это предложение, которое направлено на создание бизнеса. Их немного. Нужно сказать, что они страдают сегодня, наверное, тем, что они не масштабные, не амбициозные, не очень крупные, что очень важно для таких, для того, чтобы прийти, привлечь сюда серьезных инвесторов. Но у нас есть резерва, о которой мы говорили на Первом инвестиционном комитете, о том, что в этот процесс с точки зрения крупных, важных предложений активно должны включиться министерства и государственные службы, и ведомства. То есть у них в руках возможность больших планирований, потому что мы говорили о том, что очень важно нам, чтобы эти инвестиционные процессы и проекты в целом, они были взаимоввязаны с планами развития территорий, с местными планами развития, с планами развития отраслей, и в целом со стратегией развития Приднестровья. То есть если это будет формироваться под эгидой этих масштабных документов, то хочет того власть или не хочет, она косвенно становится сторонниками всех этих проектов, потому что именно через эти проекты реализуются большие стратегии. И вот такие подходы мы планируем, что они будут восприняты и озвучены на этом форуме. Каких гостей вы приглашаете на форум? Какие флаги будут в гости к нам? Ну вот опять-таки хочется вернуться к Первому и Второму форуму. У нас на Первом форуме было порядка 50 гостей, и они представляли 13 государств. На Втором форуме уже было 18 государств, и их было порядка 75 гостей. Но если такая динамика сохранится, то мы думаем, что это будет порядка 100 иностранных представителей компаний, инвестиционных каких-то компаний, инвестиционных групп и так далее. Ну а количество стран, я не думаю, что это очень важно. Более важно на самом деле количество потенциальных инвесторов. В этом форуме у нас есть очень серьезные подвижки в том, как эти проекты будут представлены, как они будут обоснованы и как они будут привлекательны для инвесторов. Я здесь сделаю небольшое отклонение, потому что это, наверное, важный момент. Торговая промышленная палата впервые за 20-летнюю историю Приднестровья провела трехдневные курсы для государственных чиновников. За 20 лет впервые мы собрали чиновников и давали им некие такие базисные знания и по системе планирования, и по системе инвестиционного проектирования. И мы видели, что для большинства случаев это воспринимают с огромным интересом, потому что мы изложили некую общую систему, как каждый район, каждое министерство, ведомство, оно будет подходить с едиными теперь требования к этим проектам и представлять в этих проектах именно те вопросы, которые в первую очередь интересуют инвестора. И мы думаем, что за счет повышения качества этих предложений и за счет того, что мы будем очень избирательно подходить также к инвестиционным компаниям и потенциальным инвесторам, что мы должны получить более высокий эффект. Нам не нужно очень большое количество. Нам нужны сегодня и качественные проекты, и на самом деле потенциально возможные инвесторы. Мы уже знаем, кто приезжает просто оценивать ситуацию в Приднестровье, всего лишь для того, чтобы знать, как развивается этот регион. Может быть, где-то какие-то идеи с этим регионом у него могут возникнуть. Но для нас важны те люди, которые на самом деле хотя бы уже знакомы, что такое Приднестровье, хотя бы знают наши возможности. И здесь очень большая сфера работы, мы полагаем, что должна быть проведена с российскими регионами. Причем эта работа должна быть основана на новых соглашениях, которые необходимо обновить с регионами Российской Федерации. Мы говорили о том, что у нас порядка 30 соглашений с регионами России, но они достаточно устаревшие. Там 93-95 год. А сегодня инвестор, который приходит в Приднестровье, очень важно, что мы можем сказать в качестве гарантий. Как минимизировать эти риски. И у нас нет международных соглашений, у нас нет межправительственных соглашений, которые носят такой защитный характер. Но у нас были вот эти соглашения межрегиональные. И, конечно, учитывая наши отношения с Российской Федерацией и нашу большую зависимость, то откровенно мы понимаем, что, конечно, для наличия хотя бы межрегиональных соглашений для российских инвесторов это очень будет важный документ. Потому что они прекрасно знают, что если государственный субъект Федерации подписал соглашение с правительством Приднестровья или с руководством Приднестровья такое соглашение, то оно будет выполнено. И гарантии, которые должны быть внесены в эти соглашения, они будут также выполнены, потому что мы прекрасно понимаем наши отношения и с посольством Российской Федерации, и с органами Российской Федерации, насколько мы зависимы. И я думаю, что Приднестровье все должно делать для того, чтобы любое обязательство, которое будет взято перед иностранными инвесторами, оно должно быть выполнено, потому что иного пути у нас просто нет. То есть, если мы не будем выполнять, то, естественно, никто сюда и к нам не придет. Юрий Григорьевич, Вы давно уже говорите о необходимости создания агентства по привлечению инвестиций. Насколько оно действительно необходимо и не станет ли оно каким-нибудь очередным профанационным проектом? Я в этом очень глубоко убежден, что системные работы по инвестиционному процессу мы не построим, если у нас не возникнет такой институциональный орган. Я об этом говорил руководству республики в ходе подготовки первого и второго форума, потому что форум заканчивается и процесс останавливается. Значит, кто-то должен вести системную работу. И это большой круг работы. То есть, с одной стороны, это отслеживание и сопровождение хороших инвестиционных проектов, то есть на стадии их разработки. То есть, как министерства разрабатывают, по каким методикам, какая стадия готовности, насколько они амбициозны, и где их можно представить, и где их можно презентовать, эти процессы. То есть, процесс разработки, процесс подписания. Очень важно, чтобы наши государственные структуры сопровождали инвестиционные проекты, начиная с момента его подписания и реализации, внедрения и так далее. То есть, нам нужно государственное сопровождение, чтобы инвестор понимал, что он не остается один на один с потенциальным партнером. Удачный у него партнер, неудачный, но третья сторона государства, которая гарантирует интересы. И поэтому вот такое сопровождение, это очень важный момент. Наконец, это высокие требования к персоналу, которые должны быть работать. Они должны иметь возможность на хорошем авторитетном уровне представить в серьезных международных финансовых структурах. Там, где есть деньги, это структуры непростые, и человека с улицы туда не пустят. То есть, это должен быть такой менеджмент, который и языками владеет, и экономикой владеет, и сам имеет определенный авторитет для того, чтобы с ним общались и с ним разговаривали. И агентство, оно и регистр ведет, и иностранных инвесторов, и самих инвестиций, и сопровождает, и разрабатывает, и возит их на иностранные форумы, и там их презентуют. Это очень важная системная работа. И если такое агентство возникнет, я в этом глубоко убежден, работа примет системный характер. А без этого, ну, я на самом деле сегодня не очень понимаю, что может быть альтернативой такому агентству. Спасибо большое, Юрий Григорьевич. Мы желаем вам удачи на третьем инвестиционном форуме. Ну, и нам, и всем нам вместе. Спасибо большое. Это был Юрий Ганин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Приднестровья. Мы говорили о таком важном мероприятии, как Третий инвестиционный форум. Меня зовут Сергей Брага, это был проект «В центре». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова